В чем мой дом? И есть ли классические, потрясающие персоны, многие из них в нашей галерее участвуют в нашем диалоге, если они следовали заповеди древних Стояков, Сократа, Синека, Синека и Марка Авреля, Антон и прочих, и не отвечают «Делай, что должен, и Бог, что будет». Но мы чувствуем славу каким-то душевным своим внутренним голосом. Сегодня это неприемлемое положение. Потому что то, что происходит, то, что может быть в рамках этой ситуации, этой конденции, с повиками, как повиками. Если кому-то из нас удается разыскать ответ на вопрос «Черный мой дом», то вот что будет, это уже не стоек, а это какая-то, грубо говоря, эгоистическая безответственность. Потому что все, что я за 30 секунд перечислил, то, что мы знаем с вами еще, было при Вольфе. То есть те угрозы, те вызовы, которые сегодня нагоникаются каждый день, могут быть основанием для этой совершенно несостоятельной формы. Вольфе. Вот что. Я пришлюсь, что современность стоит 120-го года, это лишь тот из нас, кто сумел предназначить себе устойчивую запрещу. «Волучаящая карту. Распознай свой дом и делай, что дом». И будет то, о чём я мечтаю. И будет то, во что ты веешь. Вот оказывается, что разного воспитания и разного вероозрения мы все сегодня, как или иначе, разыскиваем свою веру. Я не религиозный человек, в нашей семье не было никаких традиций конфессиональных, но я Бога, и вы знаете, в данном случае моё признание своей глубокой веры. Я верю в то, что наша Родина Россия в ближайшие годы десятилетия сумеет обеспечить каждому гражданину цветание, безопасность, благополучие. Сумеет, владая необъятными природными заказами и уникальной историей человечества, духовной культуры, восстановить своё достойное место и активно способствовать гармонизации монопального мира Я верю в то, что каждый человек, каждый из нас с вами является духовным представителем не только истории человечества, но и всей Вселенной планеты. И эта энергия взаимной ответственности, она сегодня, на мой взгляд, является ключевой, чтобы найти ответ на наш вопрос, Я верю в то, что есть на свете любовь, есть мудрость, есть милосердие, есть сострадание, есть неизборная способность наша распознать своё пределание, и обладать своё предположение. Я верю в то, что унижающие годы и десятилетия человечество найдёт выход из этого опасного публика, безнамёжность, безверие, агрессивность, безнамёжность и разного рода тоталитаризм. Я верю в то, что там, где будет не хватать доказательных научных идей данных, нам поможет наша бездонная поведение российская, советская, нам поможет духовные практики, которые сегодня открываются. Но, может быть, я ограничил, я считаю, современное географическое искусство, какой-то фейерверк, фейерверк, как бывает сегодня, самопознание нашего и плод петли. Я верю в то, что мы земля... Помните, было такое блестящее время, когда врастировали... Врастировали... Вкуса и много-многие... Вперёв в президенты... Отплевали нам глаза на правую критину в этой механике. В форме социального отрезки силуиста. Притана была написающая... В этом... Я верю в этой храм, и у него в одной стороне есть история. Мир... Это больница для ангелов. Которые... ...члечились, Si Альтар о позабыте дорогу в небо. Это было выдохнуто в конце 70-х человек. Для меня очень очевидно, что современный глобальный мир – это большая, огромная больница. Для каждого из нас, где чаще всего мы чувствуем себя отмечевшими в себе дать и отдать бывшую дорогу в звездное небо. Хочу просить вас, давайте попробуем это драмическое пророчество, а про веру. И не стесняться разделить от своей судьбы, от своей биографии эту миссию Англии Синова. И еще и еще раз поблагодарю его Англии Синова, который в судьбе вещи выполняет душу человека всегда новым. Мир достиг блеска и пренебрежет совесть. «Наш мир – это мир ядерных гигантов и этических младенцев. Мы знаем о войне больше, чем о мир. Об убийстве больше, чем о мир. Об убийстве больше, чем о судьбе». Американский военный начальник и философ по призванию. Но и, наконец, знаменитый писатель Андрея Кумиро. Нам с Ольгой показалась его притча. «В джунглях, – сказал Нер, – я слышал, как кардезьяны ломают ветки деревьев, а иногда видим, как они цепляются за них хвостом. На рассвете их крики усиливаются, переходят от долины к долине и заполняют весь лес. Словно армия обезьян в отчаянии оплакивает смерть своего царя Аноман». Буддисты объясняют. Будда обещал им, что если они будут вести себя достойно, то однажды утром станут людьми. С тех пор они каждый вечер надеются каждое утро власти. И, наверное, будет правильно, Александр, чтобы вы не строжничали. Находите сюда. Если неудобно, садитесь за стол. Черный наряд у вас прекрасный. Исторический. Спасибо большое. Добрый вечер. Здравствуйте. Давно не было здесь у вас. Давно не было здесь у вас. Здесь как-то, мне кажется, почти что ничего не меняется с такой исторической последовательностью. Вообще, я просто страшно удивлен, что вы выбрали такую тему, потому что до недавнего времени, по крайней мере, у нас в стране, она не представляла для людей никакого интереса, кроме как академического. Если кто-то интересовался классической философией или же классической античной мыслью, филологией, реально как-то вникал. А так никого-то не волновало. На самом деле, даже кратко, в двух-трех словах, объяснить, что такой историцизм, мне кажется, не подставляется. Возможно, можно только подойти к этому с некоторых сторон и, значит, какие-то аспекты. Но, как обычно, Геннадий Владимирович Курболис, я не знаю, случайно или не случайно, скорее не случайно, нащупывает тренд и в него, конечно, попадает, я вам скажу, в чем смысл этот тренд, как с конца 80-х годов, мы можем с вами совершенно спокойно говорить, наступила эпоха исторического возрождения в мире. Мы больше всех в этот процесс возник, как обычно, но для мира и для любого-то, прежде всего, представленного мира, это знак премии, я бы сказал так, это точно совершенно. Причем он захватывает не только академические пруды, но и вполне отдаленной античности от философии, от всего остального людей, которые этим интересуются и пытаются скорее даже прожить, чем что-то сделать. Вот знаменитый философ Адон, он даже придумал какую-то систему, в том, как можно античную философию сегодня политиковать. И очень много книг интересных, экзерсизов, упражнений, как можно медитировать в старой логике, но в условиях 21 века. И, конечно же, он историческому уделяет самошлым вниманием. Собственно, и благодаря ему, в том числе, стали развиваться новые направления. Ну, например, я просто вам пример приведу, если вас это заинтересует, вы можете найти в интернете, нет, не найдете. Это закрытое интернетовское сообщество молодых людей, там, от 25 до 30 лет, средним, это россиян. Те, которые составляют российское историческое общество. Они решают серьезные вопросы. Чтобы вы понимали, насколько это серьезные вопросы, например, вот историческая дискуссия о полгодичной тамности. Может, историческим участвовать в несанкционировании англогики, если на исключении того? Из-за серьезной дискуссии о полгодичных вещах, как это будет исходить у себя с этим праздновать. Я думаю, что такое санкционирование есть. Стоит? В общем, даже момент. Не знаю, что думается. Так вот, как раз, историческое миссии возникает тогда, когда возникает нит, состоящий из самых ограничений и от потерений, где внешние пределы твоей свободы ограничены, в то время, когда компенсировать ограниченность свободы, свободу и автономию для личности извне, ты можешь только один способ изнутри. Вот почему классическая историческая формула, что рабство является обозначением порока, а не социальным статусом, лучше всего отражает эту мысль. Мне совершенно не важно, какой у тебя статус. Совершенно не важно, в какой санкционированном мире ты живешь. Важно то, что ты на себя это понимаешь. Начну с вашей фразы, которую вы цитируете. Это приписываемая, наверное, немножечко фраза, и не совсем корректно цитирует. Делай, что должен. Конечно, нет. Не делай, что должен, а делай, что считаешь должен. Это, кажется, маленький акцент, но, в принципе, он не меняет смысл. Стоит не понимает норму бложествования, принесенную в его сознание извне. Он сам ее продуман, он сам придумал ее для себя. Он сам ее для себя более изобретает. И при этом его философствование, причем практическое и теоретическое, является глубоко продуманным образом жизни. Как вы говорите про твою доссорию, где и мысль, и практические действия слизны, не раздельны друг другу. Более того, Дефикс всегда пытался совпадить своих учеников, говоря, никогда не забирайся и не говори, я занимаюсь философией. Скажи, я освобождаюсь. Вот в этой формуле, опять-таки, видно, насколько мысль является для астоической философии, как удовлетворяющей совершенно новой нравственной модели, социальной и культурной универсии. Стоя разным, мы различаем древнюю, среднюю пользу. Знаем прошел большую пользу, потому что она сохранилась в источник. Знаем Пиктида. Для его книги знают сцену, в том, что есть очень большое количество трактатов и знаменитые письма. Знаем Марка Врелья. Ну, в этом смысле, Марка Врелья — был единственный император, который был философом. Мы всегда приводили его в качестве примера, как мир может измениться, если наконец-то во главе государства станет мудрец, то есть мудрец. Но мудрец стойко, принципиально, отличался от мудреца Платона. И вот это, сейчас я хочу сказать, мне кажется, это самое главное, почему в мостике в нашем мире. Мудрец Платона, равно как и мудрец Аристотеля — это мудрец, служащий интересным политическим словам. Это самое главное. Идеал полисной жизни, идеал полисной жизни, не демократии, кстати сказать, не демократии, а идеал полисной жизни, то есть как вот единственно возможного общественно-политического устройства в мире — это всё, что было с древних времён, включая Сократа, Софиста и всех последующих постсократических концепций. И наконец-то наступили эллинистические времена. Прежде всего, конечно, она была создана империей Александра Медонского, с этим мифом пришлось расстаться. И тогда Зейнон, это, собственно, хиппорт, он создал свою историческую систему, очень сложную. Он не думал, что он будет для меня как этик, не думал, что он будет для меня как моральный фигурс, он больше не занимался логикой, в том числе. И такими, так сказать, продолжительными проблемами. Но самое главное, что за него было важно, и вторая часть ваших праздников, Геннадий Зависович, не пусть будет, что будет. Вот когда для нашего современного человека фраза о том, что делай, как ты считаешь нужным, ну, в такой просторе формировано дело, что должен. Дело, что считаешь должным, и думает, что будет, это фатализм. Одни тенеты. У стойков не было никакого фатализма. Это очень важно. Для стойков, от всех председствующих мыслителей, живших до них, было принципиально парнем развлечения. Весь мир, все вещи, все, что тебя окружает, делится на две путь в горе. На то, на что ты можешь повлиять, и на то, что ты повлиять не можешь. На твое собственное поведение в соответствии с нормой должностования, или, как вы сказали, добрость, конечно, не повлиять можешь. Но повлиять на мир не способны. Повлиять на то, что у нас любит смертный участок, тоже не способны. Почему не надо бояться смерти? Очень просто. Потому что ты не способен на это повлиять. Поэтому зачем это бояться? Не надо бояться физического акта смерти. Ты иствовься от того, что является главным препятствием этого восприятия смерти как естественного завершения жизни. А именно страхом. Стоическое, по большому счету, это нахождение адекватного способа прожить свою жизнь. И адекватного способа его завершить. Ничего не имеющего общего с веры, ничего не имеющего общего с традиционным мышлением. Это мышление, которое рождается на спике времен, когда разваливаются традиционные сообщества и традиционные культурные пародии. Рождается самое главное, это задача человека выжить в условиях постоянно нарастающего одиночества. Стоя глубоко, гражданская философия. Гражданский дух, кратегон, греческий, это важнейшая римская понятия. Гражданская солидарность, важнейшее понятие. Гражданское поведение, важнейшее понятие. Не менее известные в римские времена, стояк, как в Северской религии, он завершил свою жизнь, совершая гражданское поступок, убивая в Цезаре, он пустой. Он не замыкался на себе, он не выступал, он убил Цезаря, потому что полагал, что это будет жизнь. Никто ему это, но он не мог, он не принадлежит людей. Это то, почему он пошел самостоятельно, это должное поступок, и он его совершил. Мы не задумываем за то, что будет после этого, потому что то, что подойдет после этого, он прекрасно понимал, и повредить на это практически невозможно. Надо сказать, что одному из наших замечательных исследователей, русских исследователей, юрологов, исторированному, не очень хороших формовок, он говорит, что стоя – это всемирный реликий кризис. Когда мир погружается в кризис, человечество обращается к эстоическому мысль. Другой мысли, кризис не только пока не изобретена. Она не дает себе никаких надежд, никаких серьезных сил. Она не предлагает себе никаких готовых решений, потому что даже в этой же фразе выступает как должное, может, на самом деле, никакого поведения. А как должное? Ни один ответственный не скажет, как должное до сих пор, пока не сам не будешь искать ни при себя ответы. Нет ответа на вопрос, как должное. Это большая ошибка. И, конечно, они отвечают на очень многие и важные для нас вопросы, которые перекликаются в книжках не только с политическими ситуациями, но в том числе и с христианством. Эггельс, мне кажется, очень нелогично назывался «дядей» христианством. Наверное, все-таки, скорее, эпизику «дядей» христианства, которые очень ценны. Но вот представьте себе ситуацию. Власть предельно дистанцирована от человека. Эту дистанцию преодолеть невозможно. И осознание этой дистанции абсолютно меняет твоё представление, и твоё поведение, и твоё восприятие политического как некого открытого для переделки феномена. Ему нельзя помнить. Традиция не даёт возможности и не даёт тебе возможности ничего решить. Потому что в условиях традиции происходит всё тот же нравственный кризис. Это определённый нравственный кризис. Академия, да. Христианство и религиозная вера тоже тебя не спасают, потому что она предлагает тебе готовые решения, хотя они и близкие, и очень созручные. Значит, ты должен ответить на политикане и задавать вопросы. Как сделать так, чтобы человечество уже было более счастливым? Есть два способа. Один способ это изменить обстоятельства жизни, а другой способ это изменить человека в любом мышлении и в любом ценности. Стоит предлагать, что изменить обстоятельства жизни нельзя. Можно изменить человека или его ценности на восприятии. Я не хочу сказать, что это хорошо, но так и не считать. И именно это важнейшее меостоическое, я бы сказал, открытие, показавшее абсолютное, как сказать, монополию власти и власти живущей только на самом себе и неспособности на это выбрать, сформировал обстоятельства философии. Я, наверное, буду решать два самых главных философских принципа в жизни. Третье, насколько я не созвучно. Первый принцип – это апатия. Наша русская апатия. Мы сейчас все говорим, что мы протыкаемся все время на... Апатия, апатия – это хорошо, если понимать ее в иском евреческом смысле. Это бесстрастность. Постарайтесь ни к чему не привыкать. Не привыкайте ни к друзьям, ни к родным, ни к детям, ни к родителям, потому что рано или поздно они уйдут, и вы не приживете это. Не привыкайте ни к чему, ни к вещам, не привыкайте к страстям, не живите страсти. Живите разуму. И атороксия, это тоже очень хорошее, важное слово, как-то не возмутились. Тебя не должно ни что вывести из состояния равновесия, состояния кардинга. Стойким, стойким, по большому счету, не они продали это слово, но стойким, по большому счету, популяризировали. Это очень важное слово, которое в большинстве культуры, в большинстве эпоха, всегда воспринималось как увлекательное, как отрицательное, это космополитизм. Космополитизм. Стойкий, конечно, космополит. Но космополития… Хорошо говорите, мы не слышим. Ну, я совсем особо не могу говорить. Может? космополитизм… Без апатии… Да, без апатии – хорошо. Космополитизм – это от них никакое не ругательство и не стигматизированное понятие по отношению к каким-то людям, которые якобы не знают родства, не знают родины, не знают, не понимают патриотизма, ничего подобного, это полноглубства. Космополитизм – это понимание, что космос, то есть мир, состоит из равных ему членов. Равными являются боги и люди. Никто не страхнеет больше одного и другого. И вот в условиях этого радостного ты должен осознавать свою идентичность как принадлежность к миру, то есть к космосу. И в этом смысле космос будет. Единственная возможность при этом… Говорить можно много. Я хочу вам сказать, вот есть удивительный английский такой очень провинциальный маленький экзотерский университет, так называется экзотерский, в котором ежегодно проводится историческое медитание. Туда снижаются люди со всего мира, и они практикуют медитации историческими. Вообще, историки придумали историю по словам психология, то есть возможность управления сознанием. И с помощью этого пытаются развить этот навык в себя. Очень важный вопрос. И последний, самый последний, очень важный. Имеет ли к нашей традиции и к нашей культуре историцизм какое-то отношение? Почти никакого. Я думаю, что русской философской мысли был один человек, очень увлекающийся историцизмом и пытавший его каким-то образом осмыслить, в том числе и терроризмом. О чем он закончит, узнаете. Это Олег Николаевич Толстой. Толстой был под большим впечатлением. Более того, по поводу книги Варка Атреля «Наедине с одним собой» он написал одна из тех редких книг, которые случайно остались на матче человечества. Он вообще не любит книг, ни бога, ни никого. А разумер кто? Шекспира. Шекспира ненавидит. У него целый трактат есть, который называется «Почему я не люблю Шекспир?». Так вот, он пытался каким-то образом исторической философии и придется к России. Но главная мысль Толстого, что не приняла и русская культура, и теперь, понятное дело, не могла принять вот эта уже рекомендуемизирующая политическая среда, – жить со смыслом может только здесь и сейчас. В этом смысле нет ни прошлого человека, ни его будущего. Душа не имеет только одно определение. Здесь и сейчас, и ничего более. нет, 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 – это наказание от блестящего выступления. Очень много интересного спорта, и развивающего наше еще утреннее наивное представление о собственном строительстве. Марк Гавриле есть блестящий фон «Настоящий мир «Настоящий мир перед будущим мирогеев». Вот мне кажется, что оно каким-то, можно сказать, промежуточным паролем быть вообще для всей этой проблемы. Но это не для нас. «Но, когда когда вы осторожно, но все-таки настойчиво говорили, что в нашей истории стаицизм в лучшем случае был случайностным, замечательным. Мы сейчас попробуем, особенно с моими коллегами…» – Александр Ильич, пять минут. Как получится, товарищи? Это не всегда удается. В 89-м году избран народным депутатом СССР. Со всех трибун он продолжает бороться за мир, осуждая войну в Афганистане. «Я меньше всего желал оскорбить советскую армию. Я глубоко уважаю советскую армию, советского солдата, который защитил нашу родину в Великой Отечественной войне. Когда речь идет об Афганской войне, то я опять же не оскорбляю того солдата, который проливал там кровь, героически выполнял свой приказ. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной, преступной авантюрой». Съезд народных депутатов заявляет, первое, статья шестая Конституции СССР отменяется, второе, принятие законов СССР является исключительным правом Съезда народных депутатов СССР. На территории Союзной Республики законы СССР приобретают юридическую силу после утверждения высшим законодательным органам СССР. Верховный Совет 3, Верховный Совет СССР является рабочим органом Съезда. Динарес Уиненова В какой-то мере передают мое настроение до конца этого года, до всего конца этого периода. Первое называется отпуск. Все во мне повернулось спиной ко всему во мне. И глаза, и уши, и ум повернулись своими спинами. Беру отпуск от озабоченности, выразительности моего слова, от проникновения все глубже в свинцовые мешки моей памяти. Беру отпуск от ожидания последнего будущего, главной свадьбы моей жизни, когда Смертушка выйдет за меня замуж. Беру отпуск от новых попыток, пыток доводить до сведения, ставя безвестность о том, что все знают. Уже многие годы запах гибели, дует нам внутри, назревает слепая педа. История оружия завершила полный круга оборот. От возможности убить одного человека, до возможности убить всех людей. Народы празднуют торжество смертоносности, пляшут, хвастаются, кричат «Ура!». Здесь, в Москве, сегодня и над Голубой, может быть навсегда, достигнут полный предел нелепостей. «Люди хотят того, чего не хотят». Беру отпуск от стремления понять, искать причины, обрести надежду, зачем, для кого. Завидую прошлому, а не будущему. Слава Богу, что живу сейчас, а не через сто лет. Мир перевернулся на моих глазах. Слава Тим Витя, как это на том свете? Цензура, видать, у вас поклещи, сдержки. Ни звука, ни ползвука сюда не протекает. Всевышний, что ли, главный центр? Поздно, вечером, перед сном, написал эти строчки. Заснул, тут же Славкин приснился. Будто мы гуляем долго-долго всю ночь по Тверскому бурвалу. Я удивлен, надо, что таким клином стал родной мой бурвал. Я здесь живу, прямо бесконечно. Витя смеется. Саша, это не Москва, мы в раю. По просьбе Пушкина Бог один из здешних бурвалов назвал Тверским. Я обумлел. Даже во сне такого представить себе не мог. Славкин на быстренько послал. И проснулся, подошел к окну. На здании ТАС бежала строка информации. Парламент Армении. Не. Слава Богу, сказала себе. Себе. Я ищу здесь, а не там. Ах, чему я научился. Чему я научился, если бы вы знали. Я научился в будущее перебрасывать в прошлое, минуя в настоящее. Вот я вижу, приближается тяжелая ночь. Страшная ночь. Мерзкая, предательская. А ее, как мяч через сельку. Шлет, перегибирует и завтра, позавчера. В прошлом она числится, а в настоящем ее не было. В прошлом она числится, а в настоящем ее не было. В прошлом она числится, а в настоящем ее не было. В прошлом она числится, а в настоящем ее не было. О, Робин Уэллис, американский актер, который учит свой теннис разговаривать по-английски. Что он тебе рассказывает о себе, твой малыш? Что ты рассказываешь ему о себе, старичок? Будь великодушен, Робин Уэллис. Позволь старому драмоделу подслушать ваш диалог. Глянишь перед смертью, пьеску славную сочинил. Будь я помоложе, сам бы придумал, но, увы, придумало мое воображение. Павль Целланд. Я, ну, все знают, это немецкий поэт, еврей, который жил в Париже и стал в немецком. В 50-м году покончил жизнь самоубийством. Родом из Черновидца, запомнился. Он соединял смыслы, которые никогда не находились в порядке. Он соединял слова, будто это люди, стреляющие друг в друга. Он любил Мандельштама больше, чем себя. Он надеялся, верил, что из всего, из чего ничего не выходит, когда-нибудь что-нибудь выйдет. Чтобы не убедиться в обратном, прыгнул с высоткого моста в бездну 50-летнего города. В Париже стихи он писал по-немецки. На языке, который убил его маму, погребал его вверх в Бога. Еще два маленьких. Все, 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 все. Мы дети слуха. Возделаны словами. Словам припоручил Господь приглядывать за нами. Обороты речи определили повороты наших судеб. Буквами мы скованы, как цепь. Изнутри – наружу. Изнаружи – внутрь. И второе. То есть, вовремя называется предостережение. Предостережение. Я опоздал. Опоздал навсегда, как Россия. Опоздавшая навсегда. Вот невероятной свободы после глубокого отчаяния способны сотворить как великое добро, так и великое зло. Сравну успех. Спасибо, спасибо. Поздравляю. Комерку все уходит. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Вопросы? Я уже задала. Вот вы и сказали, что не нужно ни к чему никому чуркать, а как это сделать? У вас получается? Я хочу еще раз сказать, вы знаете, я не стою, я не поступаю, я не поступаю, я не поступаю, ну как сказать, я пытался ими заниматься, причем и теми, кто были тогда, и те, кто хотят считаться которыми сегодня, не привыкать, но мне, как что, многие люди, да, очень умело живут бездрастной жизнью и не привязывают себя очень сильно, эмоционально не привяжут себя к чему-то поделенному. Ведь на самом деле, понимаете, вот опять, что значит жить как должен? День берешь представления должен. Можешь ты его взять и из ста? Конечно нет, потому что оно развалилось. Можешь ты его взять и из стой жизни, которая тебя окружала? Тоже не можешь, потому что оно шумно и стоит полно от премии отказываться. А человечество не отказывается от награды, от премии. Вопрос к нашей музыке. Вы привыкаете к чему-то? У вас есть этот груз привычки? Или вы как-то изящно, стойически из этого выкручены? Не ссылайтесь на груз. Выкручена цель этого главного, мне простоическое поведение. У меня не получается, я и не пытаюсь. Но на самом деле, труднее всего, не привыкнуть к самому себе. К себе как нечто бренду. И поэтому относиться спокойно к себе. Истоическое отношение. Одна из современных, важнейших тем глобальной цивилизации, тема эханазии. Это статическая, чистостоическая тема. Эханазия хорошо. Мы здесь несколько раз в сложной диалоговой атмосфере вспоминали потрясающую формулу Давида Самойтова. Мы дети, вечность и дня, грядущего и прошлого дня. Глубинная суть стрицизма, какими бы текстами не сопровождалась эта культура, а для меня это фундаментальное культурное явление всей истории человечества. Заключается в этом признании, что мы дети, вечность и дня, грядущего и прошлого дня. Не отрекаясь от того, что было, не увлекаясь тем, чего нет, но к чему стремимся. С детской непосредственностью и творческой глубиной, с детским наивным эгоизмом и практической детской бесконечностью. У них нет времени, которым мы измочили. Я очень рад, что Николай тратит сегодня с нами. Это такой контент наш, я боюсь слова, ветеран. Здравствуйте, я вас скажу, что у вас начальник, замитель, у нас есть, там был комитет, под комитет самоуправления, управления. Кто команду был? Только да! Он не был за податом в том сете. В большом сете. Да. У нас как-то в том сочинение. Меня, конечно, по жизни трудно даже заподозрить с певицизмом. Это более политософия. Все политософия и где я. А с другой стороны, все на четыре скоро. В этом возрасте каждый, когда начинает в философию уходить, осмыслить прошедшее, плюс кружка, с таким делософия, как Александр Славович Гельман. А он сыграл в моей жизни, еще не зная даже этого. Самый, наверное, здесь лежит в такой главный ролик. В 1975 год, его пьеса, история этого заседания, фильм «Премия», там даже Путтер считали, как в фильме главную роль играл Леора. А еще в этом фильме перед этим, где Леора играл главную роль. Герои в комедии «Подотравка» 30-ты фильм, комедии. Ну и считали, что фильм снял про меня. Хотя мы тогда с Александром Славовичем, что знакомого нет. Но в последние годы, когда душа такая тесная наладилась, то и много тяга к философии, она подвигла меня на осмысление в письменном виде некоторых итогов. Ну, серьезно я не могу писать исторические какие-то книги. Мне говорят, я вообще не знаю, Зажан, мне говорят, можно писать после смерти. А если при жизни, то обязательно они пишутся, глядя в зеркало. А историю можно писать серьезно, тяжеловесно, а можно же писать или с какой-то долей юмора. Вот с долей юмора и сарказма я попытался осмыслить те годы, которые на моей памяти. А какие годы на моей памяти? Советские? Странспорт, кто что сдастся? Там все будет, наш паровоз вперед летит. В недели лет мы уже решили снимать, не только паровоз переселом, но и круглым. Пришли круглые машины, которые сойти у нас на гумерант. Вот эта книга называется «Наш гумерант – берег и дик». Это короткие тексты, где больше вызывается лудриб, и только потом, если подуматься, ну, можно приобрететь к выводу, что вообще-то это речь была серьезно. Я зачитаю только одну стрелочку, чтобы было понятно, почему книга называется «Бомерант». И почему, в моем восприятии, последний этап нашей жизни и государства, и старшего поколения, он связан с ближайшим годом, бодрой историей «Бомерант». 99% в СССР поддерживали отобряда деятельность, коричу любимого и глубоко уважаемого, самого гениального, оплатителю в мире. Оставшийся 1% просто отобряда. Нашим успехом строительства развитого социализма завидовал весь мир. И чтобы выйти из этого положения, в ответ у вас перестанет. Полный удар по моторжу был корот, брыла, 70-летние руководители государства казались выжившими из ума разваленными. Все выглядело просто. Рынок и демократия. Крупом, в суммном выражении, лиц твердили про удочку вместо рыбок, и если не может, отделник тайского города. Если коротка, то программа была такая. Их сверху домой, и мы вам все сделаем красиво. Глазом могу не успеете, а сейчас ты уже в дерево распечиться. Глаз взяли, свободу дали. Но от удочки большинству людей отказались. Могу сказать, могу киснее, рыбой прохожую брать. Только она ушла без перебоя. Без перебоя не вышла, и рыбу нолевых раздавала уже другая класс. Рыба пришла вместе снова и тянула на нефть. С перестойки минута 30 с лишним лет, мы ее уже 73. Страной 20-й порт руководит самые гениальные в мире. Нам в особой нашей стабильности, как и тогда, все садинуют. Но нефть начинает проходить. Не исключено, что вскоре на горизонте опять замаячат перебои с рыбой. В полиции снова портареют поверестники, уже из другого поколения. Опять все просто. Только вместо рынка и демократии, борьба с коррупцией и честные выборы. На вопросе, что теперь с заводчиками и очередь выстроиться, не отвечают. Главное, говорят, власть снимите, а уж мы их. Вот так и ходим по кругу. Власть не нравится, а страна та же. Книгу я должен подарить своему царапину, современному и соучастнику Геннадьевичу. Я чувствую, что здесь всегда нужно какой-то пример, дай цикла. Знаете, просто скажу ситуацию, Верховный Совет, здесь есть новые капитаты. Если вы думаете, что в этом Верховном Совете люди готовы проголосовать за то, чтобы отказаться от государственной собственности, вот от той самой рыбы, очень грустной удочкой, вы глубоко ошибаетесь. И тем не менее, нам с коллегами удалось протолкнуть переход от государственной и частной собственности. Это был прекрасный цикл. Но я хочу вам рассказать, что все равно. Дело в том, что если вы поинтересуетесь у своих знакомых, что они будут делать, если их остановит ГАИщник за нарушение правил различного движения, то я уверен, что 100% наших соотечественников скажут, что мы достанем деньги из карты. Особенно зная, что наши ГАИщники, выезжая на дежурство, имеют задание от начальства принести какую-то сумму вот этого самого криминального дохода. Если вы переедете в Финляндию и попытаетесь дать взятку полицейскому, то вы получите срок, а вот то, что визы вас лишат, это плохо. Почему россияне не похожи на Финляндию, почему похожи на Цитаты? Можно? Нужен специализм. Для того, чтобы это изменить, самое главное, нужны рецепты. А как это можно сделать? Как можно переделать мозги у целого народа, который жаждет плотить взятки? Кому угодно. Судье, ГАИщнику, кому угодно. И вот мы стали копать. Стоически стали копать. А есть ли примеры других народов, других стран, которые... Есть ли там инструменты? И выяснилось, например, что каждый американец может быть прокурором. Для этого достаточно, чтобы у него были какие-то доказательства, преступления, взятки, но все, что угодно. Так? Идет суд, и вместо государственного прокурора выступает либо он, либо наняты им отбором. В России только две статьи за мордовое и оскорбление. Все остальное исключено. Только государственные прокуроры. А вот в Прибалтике, а в Прибалтике пошли по пути американцы. Другой пример. Румыния. Гражданская ответственность. Человеку приходят и говорят, ну а вот какой у тебя красивый дом. Знаешь, что мы его арестуем, пока приемлемо. А ты обращайся в суд, принеси доказательство, что у тебя деньги законные. Из 100% только 10% румынь приносят документы, доказывающие законность происхождения. Все остальные дома идут с молотка и поступают доходы в бюджет. Почему мы не знаем такой пример? Третий пример, совсем не простой. Если вы столкнулись с тем, что в вашем доме не работает канализация, потому что управляющая компания ни черта не делает, не ремонтирует, то для того, чтобы подать в суд от имени всех жильцов, вы должны всех этих жильцов забрать на собрание, от каждого получить заявление в суд и вместе вот такой толпой прийти подать этот коллективный иск, состоящий из исков каждого истца. А если бы вы были канадцем, то вы имеете право подать иск в защиту группы ваших жильцов, либо неопределенного круголица, всех жителей города, если речь идет о яме Насква, это один из самых эффективных способов, поэтому многие адвокаты, канадские, американские, ну и другие как в социальных странах, они просто зарабатывают на это. Они приходят в магазин и смотрят, а какой товар с продвенной, ну с прозроченной датой. А, есть, все, значит я в защиту всех покупателей этого магазина. И это очень приличная сумма. В Соединенных Штатах Америки 25% от исковой суммы идет в карман такому адвокату. А в Канаде 15%. Я думаю, что если бы мы взяли все эти примеры, как пример для изменения менталитета нашего общества, то может быть у нас что-то получилось. Так будет стоило, если будем распространять информацию о том, как живут люди на их странах. Я очень увлекаюсь. Вот, вот, вот. Но совсем недавно я был поражен, возмущен и удивлен. У них строгие законы не знаете, да? На любые типы. Очень строгие сделаны. Если вас, канавы, вы 500-го, и обнаруживают у вас 0-0-1, то, что идет эфира, и вас забирают. И выделяют вам наказание. Одно из наказаний, это изделение палкой. Дается вкоза, с вас снимают штаны, и тренировано глупо по заднему месту. Как правило, после этого человек не может сесть ни за руль, ни на кресло домашнее, и нужно ему 2-3 дня, чтобы прийти в себя. Страна, туда не ездить, я прошу, Сингапур. Страна сегодня одна из образцов по власти достойных. Самых образованных, самых протоколевых, самых пораженных, по районным стойкам. Но, я хочу участвовать. Посмотрите на 34-й странице, Борис Пастерна, один из наших таких сложных по конфигурации стойкам в культуре в нашей жизни. Учись прощать, молись за обижающих. Учись прощать, молись за обижающих, злобо побеждать, лучом добра. Идетис Калибани стан прощающим. А как горит, Голубовская звезда. Учись прощать, коллега. Когда душа обижена, сердце словно чаша горьких слез. И кажется, что доброта вся обижена. Испомним, как прощался Хистос. Учись прощать, прощай не только словом, но всей душой, всей сущностью влаги. прощение, рождается любовь, варенье, молитвы, начало. Учись прощать, прощение, радость, скрыг, великодушие лечь, как бальзам, кровь на кресле, на всех пролитых. Учись прощать, чтобы хорошо не было. Алисинь, спасибо. Я очень рад, что сегодня здесь мои друзья, свои родные коллеги. И мы сами того, как так не зная, стоически отстаивали насквозили в общем нашего ангерства. Правда, правда, аляв, правда, холла, правда, испытаниях. Сейчас я хочу Аркадия Маршула попросить. Вы знаете, что его судьба наградила должностью городского, городского, как называлась твоя дочь? глава полиция. Глава. Оп! Я вопрос Саше Я всегда с сомнением с глубоким к этому тезису относился, и жизненно и политическим меня как-то убеждает, но очень трудно. Вопрос, мое измышление, оно такое. Ну вот, про стоицизм. Римский греческий стоицизм, он удаст как-то сам собой после 4 века, когда христианство стало доминировать на территории Рижаминской империи. В России, когда Иванович не стоял, Россия была основана на памятнику Владимиру Владимирову. В примерных, которые Петя Филиппов приводил, а вот в Финляндии, там они были взяты, а вот там тут. И я сейчас немножко как сторонний наблюдатель на все это смотрю и вижу, что вот какой-то обреченец уходя от того, что правильно он сказал про Бумеран. Вот образ Бумерану у меня тоже постоянно в душе как вернется Бумерану. Мне кажется, что стоицизм и стоицизм, но существуют какие-то глубинные вещи в нашем народе, часть которого я тут себя чуть-чуть ощущаю. И вот Бумерану говорит, что если народ считает, если я что-то считаю правильным, то, скорее всего, народ будет со мной не согласен. Он всегда ощущал себя как каким-то избоем. И он, видимо, может быть, еще ввиду той травли, которая на него постоянно существовала, и я считаю, из-за чего он травнулся в жизнь. И мы сейчас видим вот этот возврат, он в чем-то там у нас ставилось так, в чем-то еще что-то. Но в целом, мне кажется, это есть совершенно непринужденное, естественное возврат к каким-то стереотипам очень глубинным, которые реально существуют. Их нельзя игнорируют, их нельзя с ними не считаться. Это же многовековая история народа. И мы видим, что народ не слицает на нужням и демократии. Ну, как бы, ладно, там, колхозы уничтожили, свобода торговли, там, молы, изобилия, сходы на телефоне. Ну, как бы, ну, уж особый раз не теракт, а, в общем, это же так годится. И в Думе депутации, и так, если поспрашивать даже миллениалов в торговых центрах, я думаю, что про демографию, там, свободные выборы, ну, есть, конечно, такие, там, скажем, наверное, учебные власти, наверное, есть. Но основная масса людей, как он сегодня произошел, было произнесено, чтобы апатия. Но вот эта вот апатия гражданская, она базируется на чем-то очень глубинном. И меня удивляет тем, я, знаешь, регулярно посещаю этот чудесный дом, что здесь вот этот факт постоянно игнорируется. Мы не можем его как-то не осмысливать и не думать об этом. У американцев на деньгах написано «I'm done with trust». Ты читаешь пастер-нафы, где все пронизано в евангельские образы. Ну, и ваша собственная пункта, в Стоянске, здесь Бога нет, мы все позволим. Вот мне кажется, что вести дискуссию о себе, о восстановстве, о судьбе, о стране, без учета этого фактора, который, как мы видим, в нашей сегодняшней жизни политически, как мы видим, играет все большее значение, то будет невозможен. И мне кажется, этот дискурс обязательно должен присутствовать в этой дискуссии, ну, может быть, даже и, кроме Сакамбонова, который, конечно, называют, может быть, подключить к этой дискуссии каких-то людей, которые больше в этом, что ли, съели собак. И это было бы, мне кажется, очень интересно. Но из-за этого я глубоко влюблен просто на политасофию достоинствами, это практически, что, за анализом, это для очень многих, ну, просто, как бы, а не более-то, вот, я, собственно, такое размышление хотел вам сказать. Немного для соображений. Можно поговорить, не говорите, что соображений. Ну, вообще, у меня вопросы, извини, я вопросы не услышал, хотя ты затронул, мне кажется, очень важную тему. Аркадий, нет ничего глубинного. И именно потому, что нет ничего глубинного, поэтому не проще всего затруманить мозги, говоря о глубинном народе. Проще всего поверить в эту концепцию, потому что, на самом деле, это чистая вода и атефактур. Значит, что касается царя Роши, вообще, вот так, я не знаю, еще раз хочу сказать, но для стоицизма нету противоречия между монархией и республиканскими демократическими традициями. Нет. Второе, что нам кажется абсолютно внососом, потому что либо то, либо другое, да? Второе, это то, что, как сказать, у нас вообще стойки полагают, что единобласть все-таки лучше. И ни один из уважающих себя греческих философов, ни один, не скажет вам, что демократия – это оптимальный образ правления или же само правильное общество. Нет. Они имели опыт, и их был отрицательный негатив. Вы сказали, что им был хоть один? Нет, не было. Не было. Лучше всего смешанная форма кобли. Вот это вот, наверное, протекальная античная мысль. И вот здесь, конечно, куда наскать, покойный Архиезов, который здесь часто выступал, он всегда говорил нам, что мы движемся от катастрофы к катастрофе. В этом смысле цикличность нашей истории, нашей истории создает ощущение, что все повторяется, что все одно и то же. И, значит, раз все повторяется, значит, существуют некоторые рейсы, как ты говоришь, глубинные, да, на которых все это держится. Ну, не знаю. Если вам удобно называть это. Спасибо вам. А я думаю, что это нет. Спасибо вам. Аркадий, дорогой, родной, любимый, я с такой же ванчишеской настыностью уже в стопий раз говорю, что деградация демократических институтов на рубеже 20-21 века. И негатив наш пары отвердительных условий ответственности за создание нового страны, нового государства, не является последней нашей инстанцией и действиями мировоззрительных условий. Сегодня в нашей глобальной системе мира изданий есть страны и государства, которые реально учредили меридократию. Все ссылки на стойку, которые говорили, что лучше демократия, чем ваше охлакратие, они снимаются, потому что есть не только идея, мечта, идеал, есть уже практика, реальная, где нулевая коррупция, где первичным является забота о будущем поколении, где люди свою биографию профессиональную и гражданскую выстраивают по принципу «ты будешь тем, что заслуживаешь», где к власти привлечены самые образованные, самые добросовестные, самые трудолюбивые, и это есть. Это есть в Финляндии, это есть в Норвии, это есть в Новой Зеландии, это есть в Австралии, это уже есть среди нас людей. И там обезьяны не бегают с утра до вечера в езжа, в поисках, а человечек. Там это уже есть. Я вижу, что это страны не надо. Речь идет не о локальном пространстве, а речь идет о способности каждого человека под эту свою форму долга. Хан говорит, достойный человек определять сознание не исполненного долга. И то, что Саша сегодня доказывал, что нет как бы никаких источников обрести это сознание долга, я считаю, что он нас хорошо, как интеллектуально провоцировал. Есть такой источник. и это бесспорно совершено человеческой истории. Тот же Андрей Викторович Сахаров, тот же Гейман, тот же Драк, многие из нас с вами. Мы не можем недооценивать свое я и свою ответственность и свою способность. Это неприемлемо. Вот смотрите, как избирательно наше движение идеалов. Вот это 35-я страница великого каразма Казахстана. Но умалчивает вторую его форму. Она звучит так. 35-я страница. Он думает, что Геннадий Эдуардович как бы украли глубинную суть философствования. Это не провокация, а это диалог. Это всегда плодотворный, творчески развивающий диалог. Разного кардана. Единственная цель человеческого существования на Земле находится неврой и нево. она только в том, чтобы довести до высшего совершенства человечества, которая жена внутри нас. Какую интересную блогеры интересную часть ваш рынка остудит Андрей «Наташа»? Прошу меня метиловый полк, не выдерживайте микрофон. Я прошу прощения за опоздание, просто меня Наташа Костаки пригласила на открытие в новой третиковке зала Георгия Костаки. И, конечно, мне удобно было не пойти. И вот после лицезрения Филонова, Кандинского, Шагала, конечно, трудно настроиться на стрицизм. Я могу исходя из такого его, может быть, очень примитивного понимания сказать, что для того, чтобы жить в современной России, бездолго нужно быть стоим. Вот бизнесом в России можно заниматься только истинной стоим. Но, скажем, и врачом в России тоже может быть только истинной стоим. А уж пенсионером можно быть только настоящей, убежденной, абсолютно прирожденной стоим. И так мы, в общем, практически оплатываем большую часть населения. Я тут недавно попался в бюджете и с большим интересом обнаружил для себя две цифры. Цифра первая, что у нас оказывается 4 миллиона миллиона 4 миллиона того, что называется селопеками. Там примерно 20 ведомств ПНП, МВД, СИН, СОО и прочее, прочее, прочее. Там, не берем пожарных, 4 миллиона. reinforce��, а? Не, с чем написано? Нет, не, 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 это с этим человеком, это госсалевики, госсалевики. Чем бы это отдельно. Я подумал, что, наверное, вот им можно не быть стоятыми. Но чем больше и становится, тем больше и стоицизм требуется от всех остальных. И вторая потрясающая цифра, что в последнем бюджете 22% его уже зацекретика. Вдумайтесь в эту игру. 22%. Мы живем, собственно, в мире, про который мы, ну вот на пятую часть, больше, чем на пятую часть, ничего не знаем. Мы не знаем, сколько это денег всего. Но на что они тратятся? Кто эти люди, которые их тратят? Зачем они их тратят? Эффективно ли они их тратят? Правильно ли они их тратят? Честно ли они их тратят? И это, видимо, тоже та часть населения, которая не сгодна эксплуатизму. Но чем больше становится эта часть бюджета, тем больше те, кто живут на остальную ее части, они должны быть реальными стоиками. И знаете, вот вопрос, который, на самом деле, меня сейчас волнует больше всего. Очень хорошо, что мы вот так вот собираемся и рассуждаем. Ну, в общем, все-таки на слегка отвлеченные темы, ну, там, чуть больше или чуть меньше, касаясь наших современных политических, экономических и прочих реакций. Я волнуюсь только одна история. Вот когда мы, например, в этом составе, а где-нибудь, может быть, чуть-чуть в другом, будем все то же самое обсуждать где-нибудь в Норваге, или в Калымваге, или как это к тому времени будет называться. Потому что я лично группы, товарищи, это был очень интересным явлением, вот прям совсем вот недавно. Мы хотели провести акцию «Бессмертный ГУЛАГ». Ну, одновременно, как бы, наполнив в этой мрачной странице в нашей истории, с другой стороны, как некий жест солидарности с нынешними парадокриченными, ну, в принципе, в общем, это не была перестрелка в районе Лубянки. Мы хотели собирать штурмовать. Нам не разрешили ни разу. Мы пять раз подавали заявку с разными вариациями, там, демонстрация, митинг, массовые бикеты. Но вот сам этот термин «Бессмертный ГУЛАГ» вызывал, ну, он мне, кстати, не очень нравится, но неважно, вызывал почему-то такой ужас у людей, дающих разрешение, что они его категорически оказывали сдавать. Что он лишь подтвердило, собственно, нашу мысль о том, что ГУЛАГ «Бессмертный». Почему я и позволил себе вот такую, может быть, мрачную шутку, что надеюсь, что наши следующие посиделки будут в особняке Шертеля и под руководством нашего доброго друга романтика Урбулеса, а не совсем в другом месте под руководством какого-нибудь вертухая майора. Кстати, вот этот абсурд, он уже, мне кажется, немножко зашкаливает. Абсурд происходящего. Я на это открытие зала Костаки, потому что там Наташа, она все-таки, я пришел к букету цветов. Меня не пустили. Меня Росгвардия, вызвали Росгвардии. Хорошо, что я еще с вами, а уже не там. Вот, вызвали Росгвардийца, потому что с букетом Третьяковскую галерею войти теперь, нельзя. Вообще, ты не святой, да, я ничего не знаю. Ваши церкви, ваша церковь. Андрей знает мой символ веры, и, попреки, мы заключили на данном предсказании, мы, что верим, достойное в будущее нашей Родины России. Мы верим, что должен совесть. Через годы десятилетия каждый трех лет будет процветать, будет безопасно, и будет что-то получше. Без этой веры никаких стойких, никаких романей, и никакого хуманизма, и никакой макбатарии быть не может. Когда Лев Николаевич Толстой, а мы знаем, как он боролся, да, за высший разум, признает, что каждый человек во что-то венит, но не каждый это осознает. И в данном случае вера – это не религиозная собственность, а это наша внутренняя духовная потребность и способность. Для меня стойцизм – это непрерывный, ответственный поиск своей веры. А поскольку всякая вера – это воля к совершенству, вот это и поиск совершенства. Есть мой друг, Левен Константинович. Он хотел что-то сказать? Граф или князь Музинский? Я все время не могу. Свои, если не порочили. Я что хочу сказать? Аблагодарю, Геннадий Владимирович, что он… Я не могу услышать. Нет, я не могу. За вот эти вечера, которые дают нам возможность немножко помыслить, подумать о стойцизме, о сонке, о любви, о жизни, и обо всех других жизнях. Я хотел привести, вот здесь вспомнили о том, что Гарим, что Гарим, Гарим, нельзя давать взятку. Груси – это же навсегда. Гаришник, право взяткипы, это так позитивно. Но пришел человек, который запретил право взятку, с Гаришник. Он создал такую молитву, которую взятки не берет. У нас на руле отечество, саду калом, в баке стоят три рубля. В городе стоял официант, и говорю, если не погоняет в студию, три рубля дает. Там, берет порядок, за рулем не разговариваешь, телефон не забрать, и обязательно кто-то может сделать систему, которая работает на всю территорию. А позачем вечера мы ездили, я поехал на противопыщение. Повернул... Это вам не Грузия, это Россия. Я повернул в сторону, оказывается, на крепич. За мной поехал и, что делать? Остановите. А я думал, пропускают меня, проезжают. Остановите, что делать? Право, как документы, документы, слава богу, ценность нормальной. В порядке. Вещение про... Изнаноте, выходит в решение по встрече наезды, по встрече наезды, решение на... Я говорю, ну что делать? Вы видите, я в таком расстоянии в плохом, говоришь, сейчас. Хочет, решает, не мешает. Он не хочет, меня решает, я чувствую. Обручь, бурзина! Он не хочет, не решает. Сто летнего... Я еду, это попал. а он мне к Новому году, мы в Берлину едем, Александр Ильич, он мне подарил коня. Хороший, до новых. А я говорю, ааа, я раскинул, у меня в машине конякнется. Хорошо? Он хороший? Нет? 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 Грузинский коньяк это самый тонкий, да? Он превосходит французский и армянский коньяк. Нет, мы не работаем. Мне подарили французский коньяк. Кстати, грузинский коньяк стал любимым Борисом Николаевичем Ельцимовым. Мы все отроживаемся только этот мир. Мы все стоим. Потому что у каждого есть свои продукты, а мы их стараемся. А эти проблемы старается нам помочь решать Геннадий Владимирович Голдбургский. Я рад, что он, наверное, приведет сейчас 20 тысяч рублей. Микрофон ему отдай, я отдай. Он стоит мне отдам. Мне отдам. Спасибо, Геннадий Владимирович. Пождаем ему долгие годы. И здесь вот не надо. Здесь собирается просто для философии. Это никакой там? Да. 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 Спасибо всем. Спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Да. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Будем завершать. Есть у нас еще один желающий. У вас какой опыт армянский, азербайджанский, чтобы подойти? Спасибо большое. Я хочу сказать, что хотел сказать. Быстро, да. Если удастся заповеди, которые перечислены здесь, на самом деле отвечают той ситуации тысячелетнего нашего пребывания на этой планете. И за что не возьмешься, особенно за чувство юмора, за мудрость и гармонию, за удовлетворенность власти, где на самом деле сейчас все это выхолощивается и не чувствуется той удовлетворенности. И как мне кажется, как раз не хватает ее сейчас. Со своей стороны хотел бы привести пример, где смысл нашей жизни на этой планете, он простой. Чтобы дети были лучше нас. И вот и бюджет страны, и все наши потруги и усилия должны складываться в детей наших. Потому что это основа основ нашей жизни. В 10, 15, 20 лет эти дети встанут за штурвалы самолетов, поездов, будут стоять на охране границы, покорять там космические рубежи. А глядя на состояние нынешней молодежи, подготовку ее, школы, дико, конечно, удивляюсь, что не видят даже того, чему сейчас мы скатываемся. Все те мероприятия, которые проводятся, к сожалению, они не касаются молодого поколения, чтобы могли поднимать и готовить на замену старших. Мне кажется, здесь и одоброподотворенность вот этой власти, и конкурентства не хватает, на самом деле. Мне кажется, это самая основная сторона, поэтому я уж извиняюсь, что время уходит. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. И когда это стало обсуждением на собрании родительском, этого факта, то осуждали не учителя, а родители, которые вынесли этот вопрос на обсуждение. Сегодня линия борьбы между достоинством и рабством проходит в школе. И вот если вы наше слово, то, что здесь говорите, слышали, вы дети, школьники, школьники, школьники вообще, то, наверное, надежда на то, что достоинство человечества и рабства выигрывало бы чаще. Сегодня, к сожалению, по-моему, проигрывает зло и рабство. Но самое главное, кстати, и рабство, это члены, к сожалению, в нашей школе. Единственное, единственное, что школьники этого не происходят. Мы перелили весь интернет в сливозы родителей, чтобы оставить детей, у меня двойняшки четвертого, старшего, седьмого, чтобы их поместить в нормальную школу. Не так, где бы им давали бы хорошее знание, а так бы им давали бы то, о чем мы сегодня говорим. Поэтому вот как сделать так, чтобы то, о чем говорится сегодня, перенести вот на эту линию борьбы силу, где мы проигрываем, понимаете, будущее. Вот это было бы здорово. Вот надо придумать эти приводы. Спасибо. 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 Привести, привести к моей глубокой признании Александра Сахаранова одним из выдающихся его знаменитетелей. Контикаритически не понимают его выводы о стрицезе, проживом и будущем. Контикаритически. Потому что любое преувеличение текстов историко-культурных технологий неприемлемо. Потому что стрицезм – это потребность. И, наоборот, наивно, с точки зрения сегодняшнего, мы сдали его на силу положение. Я увижусь, что стрицизм 21 века – это острейшая потребность, необходимость и возможность. Аркадий, не уходи. Мы сейчас пойдем управлять Новый год. Не уходи. Осталось две минуты передвижения. Скорее. 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 Здесь есть мой учитель, наш учитель нашего поколения, вот Саша Август, Володя Южаков. Мы в книге «Репортер Гинница» три студента-выпускника философского университета, которые жили в одной комнате, которые одновременно были депутатами государственной думы. В мировой практике интеллектуальной политической, такого события нет. Но вот здесь есть блестящая историческая форма номера Константиновича Мадашвили, он там открывается на ногу. Человек – это существо, нуждающиеся в тайне, с жалом бесконечности души, знающие себя смертно. Вот в той или иной форме. Мы каждый день, в каждой минуте, тем более, в условиях такого общения, с дружеством бескорыстного и принципиального, мы стараемся эту тайну приокрыть. Мы стараемся этот жалом бесконечности в душе обострить, и его, если вы хотите, взять в руки, в сердце, в разном. И, разумеется, тело – душа 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 – душа. И это тоже один из фундаментальных постулатов принципов и заповедей эстоицизма XXI века. Борис Пастернак. Во всем мне хочется дойти до самой сутки. В работе поисков пути сердечных смертных. До сущностей прошедших дней, до их причин, до оснований, до огня, до сердцевин, душа – душа – душа. Все время схватывая нити в суде событий. Жить – думать, чувствовать. Любить – совершать – открытие. Вот она, это жало бесконечности в душе. Это постоянная потребность, тайну в себе, и про себя, и о себе распознавать, открывать, в том числе и не только для себя, но и для тех, с кем судьба дарит диалог, встречи, а иногда и творческие состязания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok